друзья всем привет с вами эльдар мухаммедов такой вот мы красавчик подготовили это у нас 2 744 кстати крылья здесь у них свои родные так как они неплохом состоянии были мы их решили оставить соответственно согласовался все дело с заказчиком загнали мы его сюда на доработку по тех заданию ну и также окончательную сборку чтобы место уже сборочном цехе не занимал загнали его новый цех сейчас электрику добивать будем полностью мелочи уже мелочи устранять добивать ну и вот такая вот кабина вышла на нем она как готовы будет я его вам покажу следующий у нас трактор собираем кировец к 703 это у нас частичный ремонт для пермского края крылья задние уже установили и вот так вот мы их отреставрируем вот здесь у нас середка вся прогнила я вот в прошлом ролике говорил рассказывал того что с ними уже согласовывали момент того что под замену или реставрируем вот такую вот полоску мы поставили под варили вот так вот нет на пути внутри все дело выглядит напишите в комментариях как такой ремонт выход из положения и вот со второй стороны вот такие вот крылья получились на тракторе по мне вообще классно вышло капот его решили мы поменять гидроцилиндры и гидроцилиндры не подходили насос-дозатор мы ставим свой вариант а и гидроцилиндры под наш насос-дозатор не подходит вот привод кондера движок установили обвязку сделали радиатор у них свой родной тоже все обвязку сделали облицовку радиатора установили тоже это все свое родное у него облицовка вся своя родная друзья вот так вот мы считай отпесочили загрунтовали покрасили в три слоя вот так вот все выглядит где вмятин нет местами выглядит как новое на самом деле прикольно но и вот крылья передние крылья кабину пока еще не делали сейчас как раз потихоньку будем заниматься кабиной кабина у нас тоже не полный капремонт частичный ремонт просили они подкрасить ее ну и также посмотреть по обшивке где порвано это все заменить вот да вот снизу стойка порвана вот здесь тоже под замену эта стойка по электрике они сказали прозвонить вот она вот здесь порвана если все хорошо электрику оставляем ну и также попросили установить камазовские дворники дальше поставим руль и сиденья уже простые попросили не поворотный ставить а уже вариант простой как в 700 в 701 кировце ну и по частичному ремонту 744 трактору это у нас арский район труба шарнира пока на ремонте здесь вот завтулили коробку сняли коробку у нас капремонт и у нас будет кабина капремонт пока по данному трактору все может быть еще и созреет по каким-то изменениям хотя тракторист или нас мне постоянно пишет говорит давайте крылья отреставрируем это все снимем но у них инженер говорит трактор уже в работу надо запускать поэтому нужно все быстро быстро просто его на ход поставить сделать частичный ремонт в итоге полный капремонт здесь отпадает и кстати еще привезли Р1 из от нефти на улице он стоит вот такой вот трактор к нам привезли Р1 на капитальный ремонт это у них получается 13 трактор уже ну в этом году первый скажем так крылья здесь пластик скорее всего спецификацию еще не смотрел скорее всего будем делать крылья от 700 до 701 и у нас все так же стоит Челябинский трактор ой не Челябинский трактор вот он Челябинский трактор это Сабинский трактор осталось у нас Сабинский Челябинский трактор 2 703 2 702 вот первый там второй в общем пока работа есть дома и месяцы пока загружены друзья ладно давайте перейдем в сборочный цех там у нас собирается трактор для Атнинского района давайте я вам его покажу и так на Атнинский трактор изготовили контейнер АКБ все это из нового металла грунтовали вкрасили в три слоя вот так вот все это дело выглядит движок тоже все подготовили откапиталили генератор новый 24 вольт стартер после капремонта занимаемся также ремонтом стартеров можете к нам отправлять привозить и также есть обменный фон друзья номер телефона у меня в описании кому нужно интересно звоните все это дело отправим дальше РПН все подготовили собрали насосы новые коленвал друзья здесь новый такой вот движок у них эрвский дальше готовим радиатор радиатор тоже друзья здесь новый радиатор здесь идет двухрядный на такие движки хватает и двухрядного радиатора четырехрядный не установить места не хватает пока не придумали как мы просили тоже некоторые просчитать если ставить с трехрядным радиатором вот посмотрели тут места реально не хватает тут либо уже назад его не передвинешь так как уже здесь и так короткий кардан стоит тут либо вариант того что наращивать переднюю полу раму и уже ну и тут придется наращивать потому что здесь подушка у края стоит в общем думать надо не знаю конструкция как получится по идее хватает и двухрядного радиатора трактор не греется также электромуфту ставим для принудительного запуска если вдруг гидромуфта не справляется электромуфту можно принудительно включить гидробат друзья здесь будет новый по навеске я вам рассказал в прошлом ролике крылья задние установили также установили уже коротку после капремонта так согласовали мы здесь по кондиционеру будем устанавливать кондиционер и сначала думали двери оставлять старого образца но в итоге будем ставить двери нового образца и также вот прям на прошлом ролике когда мы готовили коробку позвонили попросили коробку реверс сделать на данном тракторе коробка у нас реверс коробка нового образца корпус фильтр у него снаружи очень удобно при обслуживании уже не нужно будет в кабине лазик в коврике это все снимать для того чтобы фильтр обслужить компрессор кондиционера перри фрила рвд все новые энергичей я вам показывал в прошлом ролике энергичей здесь будут новые по гидроцилиндрам сказал гидроцилиндр навески новые гидроцилиндр поворота тоже можно назвать новыми здесь гильза и сток с поршем новое по резине я вам все рассказал показал сегодня будем делать обвязку трубками ну и также будем замерять уже передний бампер дальше у нас трактор из Удмуртии ждем кабину ну и в прошлом ролике показывал баки все мы баки установили баки вы сами видели баки мы устанавливаем уже новые кондиционер кондиционер привод у нас от коробки обмен кабины все установили два новых ресивера ресиверы камазовские датчик тоже камазовский воздух облицовку радиатора начали устанавливать облицовка капота готова ну в общем сейчас дело за кабиной кабину все соберем установим и уже займемся электрикой займемся передними крыльями воздушной и выхлопной системой как раз передние крылья уже у нас на готове будем готовить его для замеров здесь мы разрежем уголки поставим и по месту уже будем прихватывать подваривать это все и дорабатывать и так же капот у нас на готове ну и трактор почти почти готовый где-то еще наверное неделю через неделю будет готовый надеюсь ну и вот она кабина трактора из Удмурти попросили сделать каркас безопасности вот так вот выглядит наш каркас безопасности друзья смотрите какой ровный сварочный шов все культур мультур все по феншую вот так вот все идеально выглядит идеальная конструкция безопасности друзья и вот так кабина у нас пойдет уже на Атинский трактор сейчас сейчас делаем подготовку к малярным работам и уже будем отправлять его в малярку он будет грунтоваться и будет окрас в три слоя а это кабина у нас уже пойдет на рихтовочно сварочные работы она только с песочкой пришла готовим закладные на сборку трактора из Лаишевского района это у нас агрофирма Вафина полный капитальный ремонт задней полурамы с новыми лонжеронами лонжероны новые кому нужно раму усиленную друзья делаем накладку щека так называемая и вот тут уже в уголки тоже навариваем тут мы растачиваем под втулку втулку сами изготавливаем и пальцы тоже сами изготавливаем тоже самое и под передней в грани тоже растачиваем под втулку втулим пальцы тоже сами изготавливаем и также под ось 0,10 все это растачиваем под втулку втулим ось тоже сами изготавливаем ну и тут под пальцем все то же самое труба шарнира у нас наплавлялась в два слоя растачивалась и проставки у нас здесь новые сегодня подготовим подмосты установим лужи на раму мосты после полного капитального ремонта коническая пара новая венец в отличном состоянии сателлита здесь в отличном состоянии полуозь тоже хорошем состоянии смотрели подшипники все поменяли ну и выходные уже будем красить его покрасим и уже будем оставить на резину поэтому друзья я сегодняшний выпуск завершаем спасибо что смотрите спасибо что привозите спасибо что ребята обеспечивайте работой привозите трактора на капитальный ремонт вот так вот трактор у вас будет собираться как и все аналогичные трактора дайте вторую жизнь трактору кировец телефон контактный у меня в описании звоните привозите на капремонт также можете привозить и на текущий ремонт также можно привозить на узловой ремонт можно отдельно привести коробки коробка у нас есть обменный фонд привозите также и мосты можете привозить трубу фарнира гидроцилиндры облицовку тоже мы на продажу изготавливаем отправляем можете также и принципе то можете если у вас есть человек который разберет трактор соберет механизатор привести к нам кабину привести к нам движок если движок плохом состоянии коробку мосты трубу шарнира это все мы на капитале отправим вам комплекте уже с облицовкой и сами можете уже свой трактор собрать ну и по срокам конечно будет быстрее потому что у нас сейчас пока очередь кабину нас уже на рядувку завозим это так не делается а и Продолжение следует...